всем привет сегодня будет очередной влог я тут в ванной собираюсь сейчас макияж делу и хотела сказать совет дня перед тем как рисовать стрелочки убедитесь что ваша кисточка чистая тут правда освещение не самое лучшее какой-то желтый свет но я сейчас быстренько закончу свой макияж и мы продолжим у меня девчонки спрашивали по поводу посылки нашлась не нашлась нашли спустя две недели мне ее почту привезла правда ее открывали я не знаю кто почта или revolve closing но все на месте то есть ничего не вытащили но вскрывали я конечно рада что она нашлась потому что я уже была расстроена там были кое-какие важные вещи которые мне были нужны и кстати для тех кто не видел видео про посылку то есть это я рассказывала к моему прошлому влогу если вы еще тот влог не видели то посмотрите также хотела сказать пару слов про книгу я решила написать книгу вообще-то у меня в мыслях написать несколько но в общем это будет роман на английском языке и как он будет готов я конечно же вам расскажу более подробно смотрим что из этого получится и возможно она будет доступна на амазоне я пока детали не хочу рассказывать потому что как говорится пока я не закончила книгу и будут наверное изменения я буду менять название скорее всего и поэтому пока подержу немножко интригу хотела вам быстренько показать в такой топик у меня новый появился спортивный в роз купила за 14 долларов 13.99 и сейчас я вот в таком черном топе в леггинсах но я их сниму я думаю джинсы одеть и пройтись прогуляться к бассейну рассказать историю когда я с подругой снимала ту сценку в парке про которую я говорила в общем пришли в парк я вся в черном в черных сапогах черных штанах черной куртки в очках в кепке и там было много людей но мы нашли угол где было поменьше хотя обычно в том парке очень мало людей в общем я с настоящим ножом подруга хотела чтобы я настоящий ножик использовала хотя у меня также был резиновый но думаю ладно пусть настоящий значит мы начинаем снимать подходит какая-то девушка которая видно там за безопасность парке то что говорит извините но тут нельзя снимать у вас разрешения нет у нас запрещена съемка и грида у нас разрешения нет но для домашнего видео или для youtube с разрешения на съемку не нужно только если это professional production то тогда да у вас нож а тут дети как бы нельзя ну я вся в черном я как бы ее понимаю но я на своем у нас есть резиновый нож в сумке она горит но в руках же настоящий грелая спрячу настоящий достану резиновый говорит хорошо нельзя снимать все равно я говорю можно я про это уже прогуглила и мы можем для ютюба снимать и моя подруга да да мы снимаем для ютюба для нашего канала white chicks ну там приколы вот и девчонка ну ладно ладно в общем я на своем настояла и я уже про это знают тем что я знаю что в моем городке если нужно снимать как фильма то нужно примет и в зависимости от location от 150 до 250 бакс разрешение на съем последний раз я тоже тут влог записывал или что-то другое снимала сосед вышел и так еще прошелся два раза чтобы посмотреть что же нету делу знаете что-то мне нравится как в этом году у нас тут бассейн выглядит вообще за ними не смотрят в прошлом году еще поаккуратнее было и что самое интересное у нас возле бассейна никто толком не проводит время поэтому видно за ним никто не следит но как бы обязаны то есть что самое интересное как начинаю сюда прихожу хочу влог записать или что-то снять вечно выходят люди вот только что девчонка там проехала и вот там другая соседка я не знаю ли вы ее видите стоит там с телефоном типа ходят смотрит что это я тут делаю я тут возле бассейна сейчас записала некоторые instagram stories если вы на меня подписаны вы наверное увидите их если не подписаны то наверное нет потому что влог скорее всего я загружу позже так как там instagram stories только можно увидеть в течение 24 часов то скорее всего вы не увидите но что я хотела сказать мне они так нравятся у меня снэпчата не было я все не знала что там грузить найти поэтому никогда не создавала снэпчат и мне кажется что instagram stories они реально удар по снэпчату сделают и возможно даже по youtube особенно для тех кто не профессионально ведет канал ну то есть не собирается там огромные деньги зарабатывать на своих каналах то мне кажется instagram в этом плане вообще супер можно также влог записать в течение дня и он потом удалится через 24 часа и никто там тебя критиковать не будет знаете и негативные комментарии не будет посадь so hot today guys but i'm near the pool and can enjoy this water why do we need youtube if we have snapchat and instagram stories now seriously guys i don't know i guess i'm just in the mood to vlog a little bit but look at these flowers just relaxing today and tomorrow another busy day working on set на заправке остановилась заправиться потому что у меня почти пустой баг и сейчас поеду дальше что нибудь запишу и я заливаю regular стоит 269 видно не видно цены а мигает на iphone а в реальности нет и раз я уже показала цены на бензин и также сказала что заливаю бензин скажу сколько у меня уход на бензин в месяц может 500 долларов уходить может 700 смотря как далеко и как много я отправляюсь на кастинги и съемки поэтому на вопрос о том сколько денег нужно чтобы прожить в лос-анджелесе ну так по минимуму если вы будете жить с румейтом то есть не не сами снимать для себя квартиру 2000 в месяц по минимуму это так чтоб сводить концы с концами и также хочу сделать такую небольшую поправку что 2000 считаю что это минимум но это чисто мое мнение возможно у кого-то как-то получалось и за меньшую сумму месяц прожить сегодня я на массовке играю sexy movie star но сцена будет я так поняла на кладбище что ли но я вся в черном кстати хотела вам рассказать там одну историю такую но я не знаю ли сейчас буду начинать потому что я быстро еду 80 миль в час сейчас и мне как бы за дорогой нужно следить в пробке когда-то можно побольше поболтать возможно в следующем влоге расскажу поэтому вы следите я собираюсь почаще выкладывать видео заходите на канал кстати тут все стрелки нарисовала как вы видите надеюсь что с ними ничего делать не будут в прошлый раз я приехала со стрелочками решили мне их убрать потому что я должна была сначала сцену с йогой делать а потом уже в платье и в общем ужас лучше что сделали поэтому я надеюсь что сегодня они с моим макияжем ничего делать не будут иногда ничего не делают иногда горят идеально выглядишь едно если стрелки не подходят для сцены то конечно они их убирают но иногда нормально вот мне убирали знаете что вообще не заметишь что убрали так красивенько все подправлено а иногда ужас и кстати я заметила что вот более опытные то есть визажисты возрасте кто на съемках работает да они мне всегда говорят ой как хорошо ты сделала бровки там стрелки нарисовала я тебя трогать не буду подправлять все равно лучше не сделаю но вот зато молодые девчонки берутся how do you like my hair i love it today вот что делает жара с моими волосами как будто побрызгали их водой жарко очень сильно летом было затишье то есть работы было поменьше сейчас начнется опять активная работа и и и и и Продолжение следует...